Живем как на стройке уже десятилетия. Возмущение обитателей частного сектора на улице Хутенска можно понять. Кругом возводятся элитные дома, а им нельзя перестроить собственные. К тому же и обещанное властями расселение ждут уже далеко непривычные три года. Сегодня у людей накипело и они отправились в мэрию, куда их сопроводила Людмила Александрова. Вы в определенный момент закрыли доступ мне и соседке. Вы наложили кирпичи, еще чего-то. Глядя на то, что творится во дворах частного сектора на Хутенской, не только кирпичей наложить можно, но и еще чего-то. Вот строители конфликтуют вечно с жильцами напротив. Хотя, казалось бы, чего удивительного. Столько лет назад начали застраивать район кирпичными домами, а частники все никак не успокоятся. Это девятиэтажное творение застройщик скромно называет «дом мечты». Через дорогу тоже дома мечты, только скорее не сбывшиеся, ведь все, о чем мечтают жители этих домов, это поскорее снести старые избушки. Только сносы, больше ничего, потому что в каменных джунглях жить невозможно. Все, здесь девятиэтажка, здесь девятиэтажка. Ценность данных участков, как частной собственности, она потерялась. Все, в каменных джунглях жить никто не хочет. В десяти минутах от центра города молодая жительница Хутенской с ведрами отправляется за водой. Ближайшая колонка в 50 метрах от участка. По пути к сене и по грязи пройдет, и мимо стройки прогуляется. Так себе удобство для 21 века. Деревянные дома и она, и соседи заселялись еще в 90-х. Тогда планировали в скором времени строить новое жилье с условиями. Но не тут-то было. Нам что сказали, что будет расселение. И все, запретили всякой строительностью. Дома 47-го года постройки. Без фундамента. Вот у меня дети вскрыли пол. У меня теперь дом будет держаться только за счет большой комнаты. Потому что там уже сделали основание. Если бы дали возможность строиться, мы бы без претензий. Строить новые частные дома сейчас смысла нет. Ведь в любой момент на этом месте могут начать возводить многоквартирные. Только вот годы идут, а застраиваются лишь пустыри вокруг, окружая людей каменными джунглями. Жизнь фактически на стройке никого не устраивает. Администрация города давно собиралась вынести решение по перезонированию сектора. Это бы исключило возможность строительства многоэтажек. Зона Ж2 подразумевает возможность строительства, реконструкции индивидуального жилищного строительства. Плюс строительство блокированного жилья. И многоквартирного жилья этажностью не выше, чем 4, 4 этаж мансардной. Процедура перезонирования длительная. Вопрос поднимут только на заседании городской думы в феврале следующего года. Почему так долго ждали? По словам Евгения Жилина, тут уже никак не договорятся между собой жители. Хотя нам, противники этой идеи, пока не встретились. Люди готовы на любой компромисс, лишь бы рано или поздно начать нормальную жизнь. Это рано или поздно мы ждем уже 15 лет. А когда рано или поздно? Я понимаю, да, когда есть какие-то определенные сроки. Но когда этого рано или поздно ничего не известно, у нас все дети съехали на съемное жилье. Почему? В подвалах вода. Вот сейчас начнутся дожди, это невыносимо. И блохи, и все на свете. Чтобы не ждать зимы, в ближайший месяц власти все же планируют начать работы по благоустройству прилегающей территории. Обещают и тротуар облагородить, и автодорогу починить. Так, глядишь, и до газификации с водопроводом дойдет в хижинах напротив дома мечты. Людмила Александрова, Сава Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение.